Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о самых главных происшествиях Калининграда и области за минувшие сутки. В студии Елена Кивенко. Смотрите сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полиция открыла горячую линию по борьбе с незаконными карьерами. На телефон доверия областного УМВД можно оставить сообщение о том, кто и где нелегально добывает песок. Любую информацию полицейские проверяют и принимают меры. На совещании в кабинете начальника полиции все руководители территориальных отделов, а также оперативники управления экономической безопасности. Тема собрания – ситуация с нелегальными песчаными карьерами. Для того, чтобы лучше бороться с незаконной добычей полезных ископаемых, полиция открывает горячую телефонную линию. На телефон доверия УМВД 301-066 можно оставить информацию о том, кто и где копает песок. Ты даже не пытайся выехать, груженный. Не проедешь никуда. Понял, нет? Полиция будет немедленно реагировать на любой звонок о незаконной добыче полезных ископаемых. ГИБДД тщательно проверит каждый грузовик с песком, а начальникам районных отделов полиции дано поручение усилить взаимодействие с главами муниципалитетов в этом направлении. На сегодняшний день ведется работа по пресечению правонарушений по статье 12.21, составлено 169 административных материалов. Также будет продолжаться вестись данная работа в этом направлении. С начала года полиция провела 312 рейдов по незаконным карьерам, задержала 83 грузовика и экскаватора, а также привлекла к административной ответственности 736 нарушителей. Дарья Веглич, Анна Николаевич. Специально для места происшествия. Полиция, прокуратура и ФСБ продолжают масштабные проверки строительных объектов. Силовики ищут нелегалов и тех иностранцев, кто может быть замешан в экстремизме. Сегодня оперативники устроили проверку на Сельме. Оперативная группа едет на проверку строительного объекта. Территория, которую надо осмотреть полицейским, размером с несколько футбольных полей. Поэтому оперативники разделяются на группы. Для того, чтобы не дать нелегалам шанса сбежать, бойцы ОМОН окружают стройку. Большинство рабочих на строительном объекте – это приезжие из Узбекистана. Полицейские отводят гастарбайтеров к месту сбора. Затем, чтобы потом проверить каждого. Спустя непродолжительное время набираются группы из двух сотен иностранцев. На этой стройке работа гастарбайтеров организована лучше, чем на предыдущих. Иностранцы проживают в специальных жилых модулях. Здесь же устроена столовая. Почти все ночуют там же, где и должны, в соответствии с регистрацией. Проверка занимает целый час. Оперативники сверяют документы у каждого рабочего. На этой стройке серьезных нарушений полицейские не обнаруживают. А вот на объекте рядом все же находят нелегалов. У семерых граждан Узбекистана отсутствует разрешение на работу. А один и вовсе незаконно находится на территории России. Несмотря на это, штраф даже за одного нелегала может составить 800 тысяч рублей. Екатерина Степанова, Анна Николаевич. Специально для места происшествия. Накануне вечером улица Харьковская оказалась на полчаса перекрыта. Причиной стал подозрительный предмет, который лежал на середине проезжей части. С первого взгляда могло показаться, что кто-то решил заминировать дорогу. Ведь этот самый предмет внешне оказалось не отличить от противотанковой мины. Взрывоопасную находку обнаружил экипаж вне ведомственной охраны. Немедленно улицу перекрыли и выставили оцепление. Специалисты осмотрели мину. Она оказалась военной дымовой шашкой. Через несколько минут после экспертизы шашку унесли и движение возобновилось. А сейчас внимание на экран. Наш эфир продолжает постоянная рубрика «Розыск». Полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, совершенного на территории Славского района, разыскивается Чернец Денис Георгиевич, 1990 года рождения. Его приметы. На вид 25-30 лет. Волосы темные, глаза голубого цвета. Рост 180 сантиметров. Может быть одет в куртку черного цвета из блестящего материала. Темные спортивные штаны и кроссовки. Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам, номера которых вы видите на своих экранах. И на этом все. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните к нам в редакцию по телефону 919-404. Или пишите на наш электронный адрес канал1собакамейл.ру. А мы напоминаем, что все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем сайте 1городской.ру. В студии была Елена Кивенко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова